Везде у нас было заграждение вот такое, но они прорвали просто заграждение и дверь на цепи, она открылась. Вот здесь это все разорвали, вот смотрите, это все сетка достаточно прочная. В ту ночь даже хозяйская собака Нюша была в шоке. Справиться с бандой собратьев она не смогла бы и просто забилась в конуру. Стая собак в поселке Восточный орудует не первый день. На этот раз 38 жертв. Столько породистых кур погибло в этих вольерах. Ольга – зоозащитница. В этом доме живет не она, а эта женщина. Но пострадавшая сейчас не в том состоянии, чтобы сниматься на камеру. К тому же о себе дает знать состояние здоровья. Я вот, когда это все увидела, я целый день, но мне нельзя волноваться, иначе будет третий инфаркт. Я вот целый день в принципе в таком шоке была. Это практически трагедия для человека. Она 6 месяцев выращивала этих цыплят. Они уже полноценными стали курами. И получается, вот так сейчас ответственность никто на себя не берет. В итоге почти 100 килограммов изрядно протухшего мяса несколько дней на шаре лежит возле дома. Потому что самостоятельно утилизировать кур хозяйка не может. И уже несколько дней ждет специальную службу, за услуги которой она тоже, естественно, будет платить сама. Где-то там в районе 25-30 тысяч, наверное. И вот это все видеть, наблюдать, это очень тяжело. Для хозяйки это очень тяжело. И это уже не первые потери. В прошлом году женщина также потеряла 43 цыпленка. Напомним, в черте города отловом и стерилизацией собак занимается приют Ласка. После этого животное возвращают в привычную среду обитания. Но часто, как говорят в приюте, жители частного сектора сами отпускают своих собак погулять. Те сбиваются в стаи и начинают хулиганить и, конечно, размножаться. У нас вот здесь на днях у женщины 70 порвали курочек. Значит, двое детей пострадали. Мы два года просили на Восточном отловить суку. За это время сука принесла 16 щенят. Эти щенята выросли, и люди не стали терпеть такого отношения. И они просто-напросто суку это убили. Но стая, которая голодная, она просто-напросто ищет себе пропитание. И вот пропитание она нашла здесь. Сказать, чтобы ходили и убивали животных, это не в моих правилах. Я никогда этого не скажу. Сейчас женщина подсчитывает убытки. Так как куры были породистыми и стоят на порядок выше обычных, ущерб составляет порядка 80 тысяч рублей. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День Столка. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин, День Столкин, День Столкин, День Столкин, День Столкин, День Столкин.